Открытый фестиваль киностран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии «Киношок» уже 22-й год является одним из наиболее важных представительных и уважаемых кинофорумов, где открываются новые имена в современном кинематографе. Происходит знакомство с новыми работами мэтров кино. В этом году курорт отметит 70-летие со дня освобождения Анапы и Анапского района от немецко-фашистских захватчиков. Поэтому традиционное место встречи гостей и участников кинофестиваля, площадь перед администрацией города, сменилась на площадь у стелы «Город воинской славы». От благодарных кинематографистов венок возложили президент и директор кинофестиваля Виктор Мережко и Ирина Шевчук. Символ победы «Красные гвоздики» возложили актеры, режиссеры, сценаристы. Кинематографисты проследовали на театральную площадь, где их ждал любимый зритель. Киноманы часто выезжали в народ, поэтому фестиваль стали называть «народным». Чем киношок хужиканского кинофестиваля. Звезды России не менее талантливы, поэтому у фестиваля появилась своя «красная дорожка». Перед торжественной церемонией открытия актеры дают интервью. Полина Стрельникова, полюбившаяся многим зрителям по фильму «Однолюбы» в роли Марии Яхантовой, здесь впервые. Я жду хороших эмоций, я жду общения с удивительными людьми, которых здесь очень много. Праздник начался прямо с самолета, потому что такое количество звезд, такая честь быть здесь, такое счастье. А вот Сергей Маховиков ждет приглашений на новые роли. Конечно же и встречи со зрителем, но и профессионально очень важно, потому что, посмотрите, вот приезжают звезды со всего бывшего Советского Союза. У каждого какие-то идеи, какие-то проекты, а надо же встретиться, обсудить, вдруг кто-то пригласит. Это очень важно. Торжественную церемонию вели артисты театра и кино Михаил Сафронов и Александра Афанасьева-Шевчук. Почетное право открыть фестиваль было предоставлено мэру Анапы Сергею Сергееву. Вы с нами всегда, а я уверен, что это будет и на будущий год, и еще через десятилетия. Нам это интересно. Вам, вы ждете этого события, вы едете сюда с удовольствием, я знаю об этом. Мы будем гостеприимными хозяевами. В программе «Киношока» конкурс полнометражных фильмов, короткометражные фильмы «Границы шока», игровые телефильмы «ТВ-шок», где победитель будет определен зрительским голосованием, и детское игровое кино «Киномалышок», которое возглавит актер и режиссер Семен Морозов. Как и в прошлом году, участников и зрителей «Киношока» вновь ожидает творческое соревнование киноальмонахов «Амнибус». Представленные в нем фильмы созданы как молодыми и начинающими кинорежиссерами, так и призванными мастерами и звездами российского кино. В состав жюри «Киношока» вошли выдающиеся кинематографисты России, СНГ и Балтии. Жюри конкурса полнометражных фильмов возглавил театральный режиссер Анатолий Васильев. По традиции в ходе церемонии открытия был вручен приз «Госпожа удача» имени Павла Распекаева, присуждаемый с формулировкой «За честь и достоинство в профессии». Международный совет «Киношока», подводя итоги всех предыдущих фестивалей, вручил эту премию заслуженному деятелю искусств России, кинодраматургу и режиссеру Виктору Мережко. Мэтр кино признался, такая высокая награда за долгие годы работы в кинематографе – первая. Вот поверьте, при моем серьезном послуживом списке, простите за нескромность, я абсолютно не избалован наградами, абсолютно. У меня нет Ники, у меня нет, я был 14 лет президентом Ники, нет Орла, нет, ну ничего нет. Даже ворумушку у тебя нет. И, пожалуй, это едва ли не первая награда, неожиданно для меня, которую я получаю. В течение всех фестивальных дней анапчане и гости курорта будут смотреть новое кино, встречаться с создателями фильмов. Популяризация национального киноискусства продолжается. Светлана Авилова, Александр Кореневский, Анапа-регион.